Начиная нашу сегодняшнюю конференцию по поводу моего личного мнения о продукте Активидан, что я говорю только от своего имени, как ученый, как человек, как врач, который много-много-много лет практически занимался не только наукой, изучением действия некоторых лекарственных препаратов, некоторых токсических веществ, поскольку у меня обе работы связаны с токсикологией. Ну и, естественно, вы понимаете, что все врачи ищут альтернативу нашим традиционным методам лечения, которым не удовлетворены, в принципе, очень большой процент наших докторов, которые работают на сегодняшний день в практическом здравоохранении. Поэтому в разных компаниях изучала множество различных продуктов, и, естественно, многие добавки и прочее все, и не стеснялась проводить дополнительные исследования тех компонентов, которые нам предлагают. Все вы знаете о БАДах, которые рекомендуется и прочим всем, но не каждый БАД, не каждый нутрицептик даже я бы рекомендовала прием при тех или иных заболеваниях или даже в целях профилактики. И, естественно, я своим именем и своей степенью доктора медицинских наук дорожу, и, естественно, отвечаю за то, что сегодня вам, естественно, буду говорить. Речь сегодня идет о продукте Активидан компании Вимгресс, и, естественным образом, все из вас прекрасно понимают уже, наш Активидан компании Вимгресс содержит концентрированный экстракт фукоидана из бурых морских водорослей, который по своему составу уникален. И самое главное, что в Активидане, в отличие от других фукоиданов, которые производятся другими странами, здесь самое высокое содержание сульфата фукозы. То есть на сегодняшний день, естественно, мы с вами говорили о том, что более двух тысяч исследований, проведенных разными странами, медиками и учеными множество стран, изучали. И, естественно, вы понимаете, что поначалу был вообще непонятен механизм, но после подключения биохимических лабораторий, в структурном уровне изучения было доказано, что основной состав фукоидана – это сульфарированные формы моносахаров плюс сульфат фукозы, который достигать может различных показателей в зависимости от того, насколько современное оборудование используется для приготовления этой вытяжки из бурых морских водорослей. Так вот, южно-корейская фирма, с которой работает компания «Венгрыз», добилась уникальных результатов, и что более 28,5 мг на 1 г продукта – это как раз сульфат фукозы, который является основным компонентом, оказывающий в большей степени лечебные свойства на наш человеческий организм. Остальные моносахара, которые сульфарированные формы, это доказано уже абсолютно давно, то есть даже без фукоиданов, и могу вам сказать, что многие, наверное, слышали про другие препараты, например, нашей сибирской лиственницы, робиногалактан, его искусственно сульфарируют для того, чтобы он лучше усваивался. То есть здесь степень сульфарирования естественного натурального продукта достаточно высока, то есть искусственным путем это не добиться. И поэтому основные лечебные свойства, о которых мы постоянно говорим, заслуживают внимания этого продукта питания. Я каждый раз говорю, что наше здоровье в наших с вами руках, и если вы заинтересованы в продлении качества жизни своей, ведь здоровье это прежде всего качество жизни, а не отсутствие тех или иных каких-то заболеваний, то вы должны понимать, что вы попали в нужное место, в нужную компанию, где вам предлагается абсолютно уникальный продукт питания, который не содержит в своем составе каких-либо искусственных химических веществ, это абсолютно естественный продукт, который получается из натуральных бурых морских водорослей, и никакие добавки туда не добавлены. И уникальность еще состоит в том, что здесь не содержится в сухом остатке ни самих бурых водорослей, которые в принципе полезны организму, все знаете про клетчатку, но та же клетчатка может вызвать аллергические реакции, то есть все слышали на реакцию многих людей на морепродукты. Наш активидант вследствие того, что здесь не содержится клетчатки этих бурых морских водорослей, аллергические реакции не отмечаются, то есть практически за все года работы продукта активидана на мировых рынках нет аллергических реакций, и даже используется этот продукт для лечения именно аллергических проявлений, в том числе пищевой аллергии. Плюс то, что здесь нет добавок химических веществ, с одной стороны может быть это плохо, с другой стороны это хорошо, потому что каждый раз мы с вами говорим, прежде чем принимать витамины и минералы, необходимо исследовать состав крови на количество этих минералов и витаминов в крови. И понимаете, что здесь даже если принимаем какие-то лечебные либо профилактические дозы, если у вас пойдет сдвиг в сторону увеличения минерального состава или витаминного состава, это опять же чревато для человеческого организма. Поэтому здесь сбалансированные сахара, моносахара, сульфарированные сахара, которые не могут вызвать, с одной стороны, аллергических реакций, с другой стороны, не привести к количественному увеличению тех веществ, которые должны быть сбалансированы в человеческом организме. Я говорю о витаминах и минералах. Поэтому, естественно, те исследования, которые проводились по исследованию фукоиданов на человеческий организм, вы видите, что это большой спектр исследований. Началось все исследование по противоопухолевому эффекту, и это обосновано. И, естественно, каждый год этот спектр расширяется, и на сегодняшний день уже доказательная база и в онкологии увеличилась, и по другим заболеваниям увеличилась. То есть практически противопоказаний к применению данного продукта питания нет при любых раскладах человеческого организма, будь то здоровый организм или организм при каких-то патологических процессах. Я просмотрела множество литературы и множество различных заболеваний, органов и систем. Вы понимаете, что каждый раз мы говорим именно об органах и системах органов в любой конференции. И выявила закономерность определенную, что каждый раз я вам говорила и напоминала о том, что наш организм – это саморегулирующая система, то есть все генетически заложено, то есть гомеостаз или постоянство внутренней среды организма, оно всегда поддерживается сердечно-сосудистой системой и нейроэндокринной регуляцией. И любые нарушения гомеостаза, естественно, приводят к развитию того или иного заболевания. Но опять же, если брать различные группы заболеваний, то наиболее для нас значимое то, что у всех на слуху – это инфекции. Сезонные инфекции, другие инфекции, пищевые инфекции и так далее. Развиваются, опять же, вследствие размножения этой инфекции в организме, которая выделяет токсические вещества, токсины приводят к гибели клеток, появляются симптомы определенные. И что мы, врачи, делаем? При любом заболевании. То есть практически убираем симптоматику. Вы понимаете, что при инфекциях, что нам означает? Противоинфекционные, жаропонижающие препараты, витаминные препараты, поскольку особенно аскорбинка очень сильно используется нашим организмом для снижения процессов интоксикации. Но то, что используется во врачебной практике, практически это симптоматическое или синдромальное лечение. То есть мы воздействуем на определенную либо причину, в данном случае вызывая гибель инфекции, мы вводим какие-то препараты, которые снимают интоксикацию и, естественно, убирают ту или иную симптоматику. Но практически ни один из препаратов, а их миллиарды этих препаратов, не защищает наш организм и не увеличивает способность организма к восполнению, своевременному восполнению любых погибших или измененных клеток. То есть, а это замкнутый круг, который не позволяет быстро прореагировать организму на восстановление клеточного состава, на связывание токсических веществ и на восстановление органов и тканей. Поэтому мы каждый раз вам говорим о том, что у нас активидант способствует очищению организма именно на клеточном уровне, то есть блокирует поступление в клетку токсических веществ, способствует выработке этой клетки тех веществ, которые способны связывать и выводить токсины. Но кроме этого мы понимаем, что если те же, например, вирусы, первым причиной я назвала инфекция, идет гибель клеток вследствие размножения и выделения токсинов всеми инфекционными началами, которые попали в наш организм, то клетки чаще гибнут. Некрозом, если не помочь этой клетке, но клетка, она ведь тоже имеет свой потенциал определенный, который не позволяет ей погибать в одночасье. То есть практически мы понимаем, что если мы стабилизируем мембраны клеток, стабилизируем рецепторный аппарат внутри мембран, на поверхности мембран, блокируя эти рецепторы от тех же аллергических каких-то компонентов, и понимаете, что там именно за счет блокировки рецепторного аппарата снижается интенсивность вот этих аллергических реакций. Так вот, наш активидант прежде всего может запустить, если клетка не справляется с той или иной причиной развития заболевания, то она запустит процесс апоптоза, либо ограничит этот процесс апоптоза и усилит восстановление клетки, у которой есть потенциал на то, чтобы она прожила свой срок, определенный, который ей отпущен временем, каждая клетка ей отпущена определенное время в нашем организме, и происходит замена. Но как мы уже понимаем, что если не из чего восстанавливаться, потому что с возрастом мы теряем способность к регенерации в несколько десятков раз, поэтому здесь еще уникальность именно активидана в том, что он увеличивает работоспособность стволовых клеток, где бы они ни находились. И понятно, что в данном случае именно эти основные механизмы способствуют тому, что наш организм практически в 2-3 раза быстрее справляется с помощью инфекции. На втором месте я отметила, это потеря способности клеток вследствие любой причины, которая может вызвать заболевание, к нормальной работе, к воспроизводству, к взаимодействию, передаче информации в тканях, поскольку вы меня хорошо уже усвоили, да, мои лекции, понимаете, что все клетки в тканях взаимодействуют между собой, любая потеря взаимодействия клеток в тканях приводит к гибели, к потере функциональной активности и, естественно, к развитию заболеваний. И самое главное, к усвоению необходимых для продолжения жизнедеятельности нутриентов, которые клетка получает из крови и межклеточного вещества. Здесь опять мы то же самое говорим, говорим, что в данном случае именно способность активидана контролировать строение клетки на внешнем и внутреннем уровне, а это доказывают многочисленные исследования, которые я более чем полгода изучала по различным источникам именно медицинских исследований, то есть это научные медицинские исследования. Именно за счет восстановления способностей жизнедеятельности клеток делает уникальным активидант при любых причинах того или иного заболевания. То есть блокируется умирание клеток несвоевременное, блокируется поступление в клетку того, что ее может повредить и, естественно, продляется качество жизни и естественным образом идет быстрый процесс регенерации и улучшение качества жизни. Понятно, что на третьем месте развития заболеваний я всегда ставлю нарушение трофики клеток и тканей. Но в зависимости от того, что явилось первой причиной, иногда нарушение трофики клеток и тканей стоят на первом месте в развитии многих заболеваний. С чем это связано? Прежде всего с снижением уровня кислорода. То есть происходит повреждение наших с вами сосудов, то есть повреждение просветов кровеносных сосудов. И, естественно, особенно на уровне микроциркуляции не идет насыщение кислородом тканей всего организма. А наиболее чувствительные к нарушению кислородному голоданию, вы знаете, это ткань мозга, мозговая ткань, то есть вся наша нервная ткань, это прежде всего начинает страдать. А вы услышали фразу нейроэндокринная регуляция, то есть практически получается замкнутый круг. Так вот, если говорить о нашем Активидане, то Активидан, особенно 6-дизоксигалактоза, то есть ульфа-фукозы, он близок по своему химическому строению к естественному нашему натуральному гепарину, который вырабатывается тучными клетками нашего собственного тела и контролирует проницаемость сосудов, свойства крови, ее мягкость, ее компоненты, препятствуют образованию тромбов. Но вы понимаете, что происходит и старение, и уменьшение количества этих клеток с возрастом, и всасываясь через желудочно-кишечный тракт, Активидан поступая в кровь, практически контролирует недостаток или даже избыток гепарина, то есть он приводит взаимодействие между собой две системы, системы свертывания и противосвертывания крови. И это главный компонент, нет таких больше химических препаратов, аналогов нашему гепарину, которые широко используются в медицине при любых заболеваниях, но у них побочный эффект, они приводят к сбою свертывающей, противосвертывающей системы, вызывая необратимые изменения, которые приводят к смерти. Наш же Активидан не обладает этим побочным эффектом и единственный на сегодня из известных препаратов, которые приводят во взаимодействие с системой свертывания и противосвертывания крови. Одновременно с этим, восстанавливая эндотелий кровеносных сосудов, поддерживая тонус самих сосудов на уровне микроциркуляции, я вам говорила, что эндотелин практически вырабатывается эндотелием всех кровеносных сосудов, и именно недостаток этого высокоактивного биологического продукта приводит и к гипертониям, и к последствиям, то есть практически, если бы мы научились получать, но опять же, химическим путем, то справились бы с гипертоническими болезнями. Но как токсиколог я вам каждый раз говорю, любое лекарство, это не мною сказано, это еще со времени древних наших медиков, тот же Авиценна и другие врачи говорили, каждое лекарство – это яд, и все зависит от дозы этого лекарственного препарата. Но мы сейчас имеем, я вам уже говорила, более сотни, тысяч миллиардов всяких разных лекарственных препаратов, и нас уже за эти столетия, со дня развития медицины, практически приучили к лекарственным препаратам, и каждый раз говорю, посмотрите, сколько побочных эффектов, когда вы берете какой-либо лекарственный препарат, и открываете аннотацию, разворачиваете ее, там такие простыни порой, и эти показания, противопоказания идут на нескольких оборотах, сложены в гармошку этой портянки, как ее в обиходе люди называют, да, и думаете, задумываете, а почему мне назначили этот препарат? Еще раз повторяю, мы лечим определенные симптомы, но не убираем причину и не занимаемся восстановлением утраченных функций того или иного организма, потому что если все это сразу делать, одно будет действовать, другое не действовать, либо усиливать взаимодействие этих препаратов и терять свойства этих препаратов, поэтому сначала, как говорится, лечим и калечим, а потом пытаемся восстановить. Поэтому понятно, что в данном случае при серьезных заболеваниях отказываться от лекарственных препаратов самостоятельно ни в коем случае нельзя, нужно быстро восстановить определенные функции, а уже потом, как говорится, заниматься восстановлением постепенным нашего организма. Но самый интересный факт, что наш активидант только улучшает практически усваиваемость не только БАДов и питательных веществ в нашем организме, но самое главное, что он не мешает воздействию тех же антибиотиков на человеческий организм, а может только способствовать быстрому выведению из организмов и разрушенных этих же лекарственных препаратов, не снижая качество воздействия быстрого на организм. И самое главное, не мешает работать этим лекарственным препаратам на то, на что они должны воздействовать при назначении врачом. Но усваиваемость повышается в несколько раз. И естественно, при любых заболеваниях наш активидант не противопоказан при приеме любого лекарственного препарата. И многочисленные исследования этому подтверждения, особенно в онкологии, доказано, что при приеме активиданом на фоне даже тех самых токсических препаратов, которые используются при данной патологии, то есть злокачественные опухолевые процессы, даже при таких процессах, активидант будет защищать здоровые клетки и усиливать практически гибель, но апоптозом, а не микрозом, вот тех измененных клеток, которые привели к росту опухолевого процесса. При этом еще и будет восстанавливать все функции поврежденных органов и тканей, улучшая общее состояние пациентов и их сопротивляемость агрессивным методам лечения. Поэтому практически активидант при любых заболеваниях может применяться в совокупности вместе с лекарственными препаратами, которые назначил врач, в дозировках лечебных, поддерживающих и отрицательного эффекта действия на прием и лекарственных препаратов и приема самого активидана не возникает. То есть мы об этом прекрасно с вами помним и прекрасно знаем. То есть практически мы говорили с вами о сосудистой системе, говорили о том, что инфекция вызывает, грибы вызывают, снижение иммунитета возникает вследствие нарушения деятельности клеточного состава организма и повреждений, например, клеток тем же радиационными какими-то излучениями, кислительными процессами, магнитными излучениями, сейчас вот нас всех пугают магнитными бурями. То есть практически какими бы ни были причины повреждения клеток, всегда страдает иммунная система. Почему? Потому что там, где идет гибель клеток, все иммунокомпетентные клетки направляются в эти очаги. Они работают не в крови, они работают в очагах, там, где повреждения идет клеток и идет повреждение тканей. И естественно, снижается иммунитет при любых заболеваниях. И мы понимаем, что сейчас, особенно при любом заболевании, используются иммуномодуляторы для того, чтобы восстановить иммунитет. Но не каждый иммуномодулятор может применяться при том или ином заболевании. А вот наш активидан, в принципе, у него нет, опять же, противопоказаний. И это очень мощный активатор наших иммунокомпетентных клеток, если есть в них необходимость. И может подавлять чрезмерное размножение этих иммунокомпетентных клеток, особенно при аутоиммунных заболеваниях, при раках крови и так далее. То есть это тоже все исследовано, подтверждено, разложено по полочкам и сделаны выводы. Почему именно активидан на сегодняшний день самый активный в данном отношении продукт, который может применяться и для гашения, то есть как супрессор и как активатор. Потому что его воздействие на клетки крови, на красный костный мозг, на периферические органы лимфоиммунных стопоэза приводит к взаимодействию клеточного и гуморального иммунитета. То есть ограничивая очаги воспаления, усиливая контроль за дифференцировкой тех же лимфоцитов, он практически не допустит изменения либо в сторону повышения, либо в сторону чрезмерного повышения или чрезмерного снижения иммунокомпетентных клеток и, самое главное, факторов гуморального иммунитета. Поэтому уникальность состава активидана делает его незаменимым при любом раскладе. Здоров ли человек, либо человек болен. Противоопухолевый эффект я вам уже, естественно, сказала. То есть практически, когда мы с вами говорим об активидане, то вы видите, что здесь масса функций, которые выделены здесь вот в нашей табличке в этой, здесь ее можно было продолжить еще не на один слайд. Самое главное, что в данном случае активидан действительно работает. Но когда мы видим конкретные результаты применения активидана у наших потребителей, то это то, что мы увидели глазами, да плюс еще то, что мы услышали, вы видите, что действительно у многих уходит седина. Это не пятиминутный процесс. У кого-то через три месяца улучшилась окрас волос, у кого-то через полгода, у кого-то больше. Вы понимаете, что в данном случае, опять же, показывая фотографиями, вот вообще выпадение волоса, лапеция, да, то есть пролысины, и у нас есть люди, у которых вообще плешины очень заметные были. И посмотрите, насколько увеличилось рост волос. Это процесс регенерации. Луковицы недополучали питательных веществ. Не было восстановления клеточного состава, из которого мог формироваться стержень волоса. Корень внутри луковицы сидит, она под кожей. А стержень волоса, это рост, деление клеток. Мы усилили питание, усилили количество малодифференцированных клеток. И вы видите, что волос восстановился, практически все заросло, и цвет волос даже поменялся. Вот вам псориатические ножки и ручки. То, что я вам говорила, иммунная система срабатывает, это аутоиммунное заболевание. Посмотрите, насколько очистились, побледнела кожа, краснота ушла, воспаление ушло. То есть посмотрите, насколько изменились локоточки, да, здесь отек, здесь изменения, здесь то же самое, посмотрите, на ножки, и цвет изменился, и сыпи это и нет, и сушения такого нет. То, что отпадает папиллома, это у нас уже давно известно, и вы понимаете, что человек принимал совершенно по другому процессу, то есть папиллома вирус убивается, то есть противовирусный эффект, мы уже о нем говорили. Вот уникальнейший снимок, которому поверить сложно, рак легкого, карцинома двухстороннее, с поражением бронхов, с препятствием проникновения, и произошло падение легкого, то есть коллапс легкого, такое легкое только удалять. Это вообще нонсенс, для медицины, такому поверить очень сложно. Наш уникальный снимок по Витилиго, практически Витилиго не лечится, то есть вы можете открыть любую энциклопедию, можете залезть в интернет, и результаты можно на время стабилизировать процесс лекарственными препаратами, но чтобы восстановились клетки, которые дают окраску кожи, то практически нет таких результатов. Тормозить процесс можно, при любом потом сбое, практически причину установить не могут, и вы видите, что наш потребитель, которая принимала активидан, вы видите, насколько обширные процессы, и насколько уменьшились эти процессы, плюс еще и отек тканей, спал, да, то есть видно восстановление кожных покровов. Мой любимый снимок, который практически, я говорю, в шоке, сосудистые хирурги, которые не верят своим глазам, и все это документально подтверждено, то есть здесь в данном случае это не просто фотографии, это все документировано с выпиской из истории болезни и прочее, все то, что было выклано, и со всем этим знакомились, я знакомлю докторов, которым показывают снимок, что это один и тот же человек, то есть все это идет. Водраст, 82 года, делали повязки с активиданом, поили активиданом, даже малыми дозами, через 6 месяцев очистилась рана, начались грануляции, практически к году полностью затянулась вся рана на ноге вторичным натяжением мышцы, я вам говорила, скелетная мышечная ткань не регенерирует. Женщина с раком кожи, в течение многих лет, масса химия терапии, лучевая терапия, ничего не заживало, потухли глаза, потухла жизненная активность, то есть понимала, что это уже приговор, и практически сколько лет лечиться и не иметь результатов значимых, начала прием активидана, начались накладывания повязочек на раневую поверхность зоны облучения, вы видите, что уже через 2 недели стало все затягиваться, через месяц, впервые за много лет абсолютно чистое лицо, то есть вот вам результат практически приема активидана, тот же некроз, опять же, мужчины очень часто атеросклероз сосудов, облитерирующих эндортериит, в большей степени страдают мужчины, ну и диабетчики, это у них, как говорится, уже проявление вторичное заболевание, здесь только пальчики, и то сразу сказали, высокая ампутация, 2,3 бедра как минимум, сосуды все забиты, на нарушение тропики клеток и тканей, сухой некроз, естественно, я порекомендовала очистить от сухого некроза, в итоге там подтвердили, что пока еще ампутация не требуется, давайте пробовать консервативно, стали применять высокие дозы активидана с теми препаратами, которые назначали сосудистые хирурги, через 6 месяцев вы видите ту же ножку, мужчина живет по сей день, через до 60, ходит на своих ногах, и то, что в течение уже многих лет мы с вами слушаем мои лекции, уже выработался по вашим отзывам, по вашим комментариям, по вашему обращению ко мне, с пересылкой результатов ваших, как говорится, исследований до применения активидана, после применения активидана, выработался уже определенный алгоритм, который, ну, средне так, статистически, потому что при серьезных заболеваниях иногда там приходится где-то корректировать, да, дозы и так далее. Вы видите, что для увеличения эффекта даже в начале приема, то есть лучше всего не однократно в день применять, а лучше всего применять 3-4 раза в день, примерно равными порциями. естественно, особенно для диабетчиков, для людей, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта, либо вы принимаете какие-то другие лекарственные препараты, и вам нужно защитить слизистую от токсического действия этих препаратов, то лучше применять за 30 минут до еды. У тех, у кого есть изжога после еды, вы можете принимать половину дозы до еды, половину дозы после еды. И, естественно, особенно если вы впервые начали применять активидан, то, как правило, если особенно вы страдаете какими-то аллергическими реакциями или не уверены в своем организме, как он прореагирует на активидан, то есть период адаптации, вы пакетик делите на 2-3-4 приема в день, в среднем по 50 мл с достаточным количеством воды. И, естественно, как организм прореагирует, можно либо уменьшить дозу, либо увеличить дозу. Но помните о том, пока кишечник не очистится, может быть послабление стула, поэтому это нормальная реакция вашего организма, то есть идет очищение стенок тонкого толстого кишечника от тех залежей токсических веществ, которые там образовались. Если вы разводите активидан в большем количестве воды, например, 500 мл, то, естественно, развели, поставили в холодильничек, хранить в холодильнике. Взрослые, понятно, что могут принимать за приемы 50 и 100 мл, и 250 мл, но в любом случае вы разбавляете водой. Если вы принимаете там несколько сашей в день, то разводите стаканчики, стаканчик выпили, стаканчиком водички запили, я каждый раз говорю, что нашему организму потребность в чистой воде, не учитывая ваш чай, ваш кофе, ваши супа, вашу жидкость в тех же фруктах и овощах, в которых есть, естественно, составляющая жидкая, то есть мы должны с вами в среднем употреблять самое минимальное, это 30-40 мл на килограмм массы тела. Поэтому, во сколько бы вы в миллилитрах не развели ваши пакетики активидана, учитывайте общую составляющую водной нагрузки при любых заболеваниях на ваш человеческий организм. И при запущенных заболеваниях и онкология, и хронические заболевания, либо четко выраженные заболевания, при том, что вам назначает врач, без врача, вы меня услышали, не отменяем ни один лекарственный препарат, при общем улучшении состояния вам врач сам отменит, либо снизит дозировку, либо отменит препараты в виде ваши результаты естественным образом. И в любом случае прием должен идти ни неделю, ни две. При любом заболевании неделю-две, это при острых респираторных каких-то инфекциях там мы можем принимать и восстанавливать свой организм. А вот если у вас букет заболеваний, то там от трех до шести, месяца при онкологии от девяти до двенадцати и более месяцев, до уже стабилизации, полной стабилизации, даже после излечения, еще нужно принимать как минимум от трех до шести месяцев уже сниженные дозы, то есть если принимали там, например, шесть САШ, то нужно было постепенно, постепенно, подчеркиваю, снижая дозу, доводить ее до двух САШ в день как минимум и принимать еще от трех до шести месяцев. Вот тогда результаты достаточно хорошие. Понимаем, что наши детки очень часто задаете вопрос по профилактике, по улучшению состояния даже врожденных каких-то заболеваний. Я вам говорила, всегда есть определенные нормы приема препаратов детям и взрослым, и вы видите в этом слайде, что дети до года это один миллиграмм, не миллилитр, а один миллиграмм на килограмм массы веса, с одного до трех лет два миллиграмма на килограмм массы веса, и с трех до семи лет в среднем где-то три миллиграмма на килограмм массы веса. В нашем одном САШе 600 миллиграмм. Поэтому рассчитать и развести, например, на 100 мл или на 300 мл, то есть математику все в школе изучали, можете посмотреть, шприцом прямо набирать, добавлять, особенно если это там грудничковый период, или детки не пьют по тем или иным причинам, хотя дети спокойно пьют наши активиданты, с удовольствием в рот высыпают, рассасывают, потом, правда, контролируйте, чтобы обязательно запивали достаточным количеством воды. Ну а же после 14 лет здесь в зависимости от заболевания и рекомендаций может достигать и одного, и два, и даже три саши в день на определенные периоды. Поэтому здесь, естественно, побор достаточно индивидуален может быть, но тем не менее вы понимаете, что в любом случае, как мы с вами всегда говорим и заканчиваю я всегда, что действительно наше здоровье в наших руках надеется не на медицину, традиционную, нетрадиционную медицину, не надо ни на кого надеяться, надо думать о своем здоровье прежде всего самому, надо вести активный образ жизни, надо употреблять достаточное количество хорошей, качественной воды, надо правильно питаться, надо гулять на свежем воздухе и дышать хорошим воздухом, выезжать хотя бы периодически куда-то, особенно городов, мегаполисов, на природу и дышать чистым воздухом. Ну и естественно, для поддержания собственного здоровья, собственного качества жизни у каждого уважающего себя человека на столе должен быть наш уникальный продукт Активидант, который позволит вам практически сохранить свое здоровье на тот срок, который нам по генетике заложено. Потому что мы понимаем, то есть мы по генетике долгожители, но наша природа, наша пища, наш воздух, наша вода нас постепенно убивает. И если вы хотите жить качественно, то кушайте Активидант и будьте здоровы. Я познакомлю вас с долголетием, рожденным морем. Активидант – это дар море человечеству. Согласно исследованиям, мы могли бы жить до 120 лет, но средний возраст на 30-40% меньше. Продолжительность жизни человечества стремительно сокращается, старение начинается в молодом возрасте. Мы стараемся жить осознанно, занимаемся спортом, питаемся здоровой пищей. Мы думаем, что делаем все для своего здоровья. Исследования все чаще касаются того факта, что все больше и больше загрязняется почва, вода, воздух и как это вредно влияет на организм человека. Выбросы вредных веществ постоянно увеличиваются, затрагивая все больше площадей. Хотя мы стараемся есть здоровую пищу, на самом деле это не так. Многие вредные вещества препятствуют усвоению питательных веществ, приводя к нарушению работы организма. С годами работа организма нарушается. Мы все чаще видим, что люди сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем. Здоровье часто только кажущееся. Из-за нехватки питательных веществ наш организм не может регенерировать, не может должным образом защитить себя. И кроме того, большое количество вредных веществ, которые мы постоянно поглощаем, повреждают наш организм, что в конечном итоге может вызвать заболевание. Каждый день мы неизбежно вводим вредные вещества в наш организм. Трудно обеспечить 100% здоровье традиционным питанием. В Японии продолжительность жизни людей значительно выше. Средний возраст населения Окинавы превышает все стандарты в мире. Многим островитянам 100 лет и более. В чем их секрет? По этому поводу было проведено много исследований. Причина, по которой они поддерживают высокий уровень здоровья, связана с их питанием, одной из основ которой является потребление большого количества водорослей, содержащих фукоидан, который входит в активидан. Он позволяет ежедневно питать и выводить токсины из организма. Фукоидан относится к типу полисахаридов с существенным процентным содержанием эльфукозы и групп сульфатов, получаемых из бурых морских водорослей. Также включает в себя жирные кислоты и аминокислоты, галактозу, маннозу, уроновую кислоту и ксилозу. Благодаря всем этим соединениям фукоидан, который содержится в активидане, обладает рядом эффектов, которыми не обладает ни одно другое пищевое волокно и ни один другой полисахарид. Это означает, что он обладает уникальной молекулярной структурой, что делает его эффективным и единственным в своем роде природным диетическим компонентом. Активидан содержит концентрированный фукоидан, высочайшей очистки с высоким содержанием эльфукозы и групп сульфатов. Он является отличным вариантом поддержания и укрепления здоровья в современных условиях жизни. Активидан – это универсальный продукт для здоровья, красоты и долголетия. Для производства продукта используется бурая водоросли комбу и макабу. Производство продукта соответствует стандартам GMP и ИСОА. Активидан – 100% натуральный продукт, веганский, без глютена, сертифицирован как кошерный. Производится в Южной Корее по современным технологиям из самого качественного сырья. Продукт не излечивает и не лечит какие-либо заболевания. Активидан поддерживает наши собственные механизмы самовосстановления. Активидан улучшает работу апоптоза в организме человека. Апоптоз означает запрограммированную гибель клеток, которая необходима для удаления их из организма и одновременного освобождения места для новых клеток. Это обновление нашего организма на клеточном уровне. Также Активидан побуждает организм вырабатывать собственные стволовые клетки для восстановления и регенерации органов и тканей. Активидан улучшает пищеварение, нормализует обмен веществ. Повышает сопротивляемость организма. Активидан является сильным природным антиоксидантом, антикоагулянтом, иммуномодулятором, противовирусным и противовоспалительным средством. После того, как Активидан попадает в организм, чудесным образом запускается механизм самовосстановления организма. Апоптоз эффективно выявляет устаревшие и больные клетки. Они поглощаются макрофагами и выводятся из организма через кровь и органы выделения, запуская собственное производство стволовых клеток. После этого включается пролиферация. Ткани обновляются на месте мертвых клеток. Таким образом, в организме происходит цепная биологическая реакция, разрушение, сбор и очистка измененных клеток, обновление тканей. Когда апоптоз работает непрерывно и правильно, организм омолаживается. Активидан может разбудить организм, помогая ему правильно функционировать. Регулируется всасывание питательных веществ. Клетки перестраиваются и регенерируют. С помощью Активидан можно замедлить процессы старения и продлить жизнь. Активидан представляет собой непревзойденную ценность, благодаря регенеративному эффекту тканей. Его невозможно переоценить для поддержания красоты и молодости. Активидан – это продукт ежедневного потребления, который поддерживает процессы самовосстановления организма. Замечательная новость – Активидан теперь можно заказать в 120 стран мира с доставкой до вашего дома. Вы можете сейчас заказать продукт Активидан. Для этого заполните форму регистрации ниже и создайте ваш личный кабинет. В вашем личном кабинете вы сможете заказать продукт и изучить больше информации о продукте Активидан. Регистрация бесплатная. Зарегистрируйтесь, заполнив форму ниже. Продолжение следует...